Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Каратаев Игорь, проект GK Mart, покупки с доставкой товаров из Китая. И сегодня я поделюсь своими впечатлениями от наушников Xiaomi Piston. Вот так вот выглядит сама коробочка, заказана была с официального сайта. И давайте приступим к тому, ради чего все это было затеяно. Вот так вот, если повертеть эту коробочку, здесь будет сайт официальный. Какие-то надписи для меня непонятные, но видно, что какое-то описание. Раскрывая вот этот футлярчик, мы видим пояснение, то, что делает каждая кнопка, то есть за какую функцию она отвечает. То есть вот эта вот кнопочка, это кнопка ответа, и вот эта вперед-назад, либо громче-тише, как и обычно на всех гаджетах. Раскрыв вот эту коробочку, мы видим вот такой футлярчик в коричневых тонах с тем, что находится внутри. Находится внутри наушники. Стильный, красивый, вообще потрясающий наушник, который вполне может составить конкуренцию Apple. То есть по качеству звука мне достаточно, ну, с моим требованием к музыке и к звуку, мне они очень понравились. То есть претензий к ним не имею. И давайте посмотрим, что же они из себя представляют. То есть достаем из футляра, где мы видим еще вот такие вот насадки, да, дополнительные. То есть для телефона и еще для разных ушей, да, у кого-то там ушные раковины больше, меньше, и в общем, кому что подойдет. То есть даже это предусмотрели, а то бывает купишь наушники, а они не подходят. И приходится их выкидывать, либо кому-то отдавать. Тут же все немножко по-другому. Вот стильная вещь, мягкая резинка. Такая вот фактура, как будто, да, в виде отпечатка. Довольно-таки интересно. Выполнено вообще, ну, дизайн прикольный, мне нравится. One more decision. Вот здесь мы видим наушники и, в общем, приступим к тому, что мы их достаем, тянем за эту петелечку, что-то они не тянутся. Так, 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 так. Приступаем к доставанию наушников, да, вот этот провод обтянут ниткой. Ну, тоже, ну, в общем, разъем 3.5 дюйма. Стандартный, довольно-таки, да, и подходит на много устройств. Так, вот мы достали. Подключу, скажу я вам честно, подключал к iPad'у. Ну, звучание, ну, может быть, если кто-то, великий меломан и вообще очень требователен к музыке, да, у него и будут какие-то, ну, недочеты, да, к звучанию, всему остальному. Но с моим... Да, как я слушаю музыку, да, то есть мне... Я сильно не разбираю высоты, частоты и все остальное. То есть мне медведь на ухо, можно сказать, наступил, поэтому... С моими требованиями это очень, вполне, вполне, даже очень хорошее звучание. Музыку я включил, скачал репак, потом скачал немножко такую Black Eyed Peas и послушал, да, ну, разноплановую музыку и скачал по псу. И, в принципе, все вот эти вот три, ну, моим требованиям были очень даже удовлетворены. И, ну, и заодно послушал, включил аудиокнигу, как же будет знакомый голос звучать в этих наушниках, да. Меня все порадовало. И немножко о том, что себя представляет вот сам наушник, да, и... Вообще, ну, приятно держать их в руках, вот, действительно. В ушах они, ну, довольно-таки, как-то мне ближе все-таки Apple дизайн. И Apple комфортнее находятся в ухе. Во всем остальном претензий не имею и, ну, будут развиваться, я надеюсь, да, если они ради этого все это затеяли, соответственно, будут выдавать следующие товары. Ну, вот, на самом деле, все интересно, стильно, выглядит даже дорого, да, я бы сказал, даже дороже, дороже в экстерьере, чем наушники Apple. Ну, в целом, в целом, мой обзор закончен. Желаю вам все-таки приобрести, вы будете стильны, то есть, и на вас начнут точно обращать внимание, потому что не очень часто можно увидеть вот такие на улице, да, наушники, то есть, у кого-то. То есть, я мало еще у кого встречал, поэтому приобретайте, можете приобретать через нас, поможем вам. Было заказано это с официального сайта. Всем спасибо, всем пока.